здравствуйте мои хорошие сегодня хочу поднять тему насчет замужества за иностранца сказочные браки вот знаете у меня есть подписчица вот ее сестра замужем за 1 австрийца вот они хочу вам рассказать их очень много было в семье детей и они жили перебивались кем она только не работала образование у нее не было она и официанткой работала и в садике и дворником и посуду мыла короче что она только не пробовала вот и никак не могла выкарабкаться как ее сестра мне говорит копейку на копейку ставила и было все время так тяжело и у нее одна какая-то знакомая то ли в болгарии то ли чехословакии вот я вот сейчас точно не помню как она мне сказала ее позвала на работу и она вот поехала туда работать долгое время язык не понимала пока на язык туда-сюда два-три года прошло года тоже шли она была не замужем но она очень хотела выйти замуж именно за иностранца и один и один прекрасный день она устраивается на работу официанткой устраивается на работу официанткой там чаевые туда-сюда более менее было и она знакомится с одним австрийцем австрийц намного ее старше нее был намного старше нее на 30 пару подарочек сделал туда вывел сюда вывел она посмотрела он вроде бы при при деньгах тогда я казалось что он при больших деньгах все и для нее как будто сказка вот и он не предложил выйти замуж выходи за меня замуж она очень чистоплотная хозяйка такая и он единственное условие поставил чтобы никогда она не зарекалась а детей что он уже это будет сейчас если она согласится это будет третий брак и два брака у него распались только вот из-за этой причины потому что они хотели детей а он ни в какую не соглашается иметь детей не хочет и все но она подумала у него еще детей нету ничего нету а может быть потом а страну я молодая и вот она своей сестре говорит да я же такая молодая он на сколько лет старше меня выйду за него замуж сегодня за сегодня он есть завтра его нету потом свою жизнь устроить детей успели на родить вот выходит она за него замуж едет к нему в австрии приехала к она к нему она очень сильно старалась язык получить она выучила язык все сперва конечно друзей нету знакомых нету никого нету язык не знает она вот везде с ним везде с ним и она думала что это вот он ей просто вот но так как хочет угодить везде с ней там и в кафе с ней и везде и одну нигде не отпускает везде везде она думала это он делает потому что чтобы вот она себя одиноко и не чувствовала так как язык не знаете все но постепенно на язык узнала и очень даже хорошо она стала стараться все она теперь на права выучилась и права себе сделала и он ее устроил на работу помог ей устроить там через знакомых знакомых устраивать ее в больницу она там то ли уборщица то ли медсестра вот точно не знаю и она там работает вот идут года идут года уже 10 лет прошло как она замужем за него а он везде с ней она даже элементарно вот выпить куда-то кофе пойти там с кем-то со знакомым она не может должна у него разрешение спрашивать настолько он ее прижал настолько он ее прижал да что вот вот что вот все как вот он скажет так и должно быть она с него пылинки сдувает опять еще пять лет прошло ну вот она думает ну вот дальше лучше все таки будет все но жесток и идет еще пять лет прошел уже не 20 лет живут 20 с хостиком лет живут теперь она приезжает к своей семье и вот ее сестра того ее сестры дети там уж как говорится вася муж тоже когда хочет выпить когда хочет буяни туда-сюда ну дети но семья она вот один день сидит и говорит какая же ты счастливая все таки она горит почему а ты разве не счастлива она говорит но живу вроде бы у меня все есть все могу себе позволить да вот из одежды и всего а для чего мне эта одежда куда мне ее одеть элементарно даже говорит друзей у меня нету подруг у меня нету нормальных за что так у меня вот мой друг моя подруга это мой муж я понимаю что все говорят вот там муж разве главнее мужа надо для женщины тоже хочется для души и детей у меня нету и это да сестра припомнила ты же сама говорила ой да он взрослее меня мол сегодня он есть завтра его нет а у него сердечное он сердечник у нее муж и она села и говорит а кто его знает может даже меня переживет и конечно она мне говорит моя подписчица смотрю на свою сестру там уже говорит она очень позрослела уже седина уже морщинки даже если он горит через пару лет горит его не станет и она уже поздно горит уже для нее поздно что-то искать что-то вот какую-то жизнь делать все вот знаете иногда вот думаешь ты выйдешь замуж вот разницы нету ребята за иностранца за за кого угодно да надо все равно на себя рассчитывать если ты не рассчитываешь на себя рассчитываешь на кого то вот как то вот на своего мужа что ли что вот он тебе поможет или вот нет ребята он ей он ей он ей не дает он ей не дает даже вот как говорится отдышаться у нее единственная знакомая есть у у этой женщины кому ее муж вот претензий не имеет если она к нему в гости пойдет он тоже женатый на она русскоговорящая она русскоговорящая то ли она полячка то ли она кто но у нее муж остреец и у них тоже детей нету но у нее второй брак у нее второй брак у этой у этой ее знакомой второй брак у нее от первого брака двое детей есть а это второй брак. И вот она с ней общается, и она ей говорит... Даже не знаю, говорит, как сказать, говорит. Вроде бы, говорит, уже, говорит, уже, говорит, наверное, поздно, говорит. Но я, говорит, просто, говорит, просрала свою жизнь. Вот что я вижу? Говорит, иду на работу, прихожу домой. Это всё вот как у всех обычных, да, говорит, а в душе-то счастья нету. Я-то не вышла, говорит, по любви замуж. Я вышла, говорит, как будто, говорит, по расчёту замуж, да, говорит. Но это даже и не расчёт был. Я просто не понимала. Я хотела сбежать от нищеты, как говорится, да. Да, говорит, у нас, говорит, всё есть. Всё вроде бы в достатке, да. Но разве, говорит, только достатком человек сытый? Я не знаю, что такое любовь. Я всё... Сколько лет уже прожила с ним? Я даже не знаю, он меня любит, не любит. Я даже, говорит, не знаю, говорит, какие у нас отношения, говорит, доверительные, недоверительные. Он настолько, говорит, холодный, он, говорит, настолько, говорит, расчётливый. Знаете, она даже не может снять какую-то определённую сумму, да, вот. И вот, знаете, как она делает, как её сестра рассказывает. Вот она работает, да, она там, может, там, где-то... Она ещё подрабатывает, ходит, там, убирает и убирает, и это, и то. И вот она вот какие-то... Она какие-то деньги каждый месяц отправляет. Вот она купила своей... Своей сестре купила квартиру. Как она купила квартиру? Они ипотеку взяли, но эту ипотеку платит она. И он об этом не знает, она не хочет ему это говорить. Потому что он её просто вот запретит. И вот она скрытно отправляет вот эти деньги. Вот она практически, как говорится, ворует сама же у себя, и отправляет на Родину эти деньги, копейки какие-то, да, вот там, там, 200-300, не знаю, сколько она там отправляет. И она постоянно должна делать какие-то махинации, чтобы он не узнал. Она проходит в гости к этой... к своей знакомой русскоговорящей, и она увидела у неё компьютер. Она же постоянно карточки покупает и звонит, и говорит. Это что? И она говорит, это компьютер. Вот почему у тебя нету? Почему ты не купишь? Вот смотри. Я здесь вот скайп сделала со своими детьми, говорит, по скайпу говорю. Это бесплатно. И она его, я не знаю, сколько уговаривала, чтобы он разрешил ей купить компьютер. Но вбук, компьютер, чтобы она могла. И вот сейчас у неё единственная душенька есть. Она там зарегистрировалась в одноклассниках, и вот общается с какими-то своими одноклассницами, одноклассниками, чтобы... всё должно быть под контролем. Вот сейчас я не знаю, сколько ей лет. Может быть, ей лет 50, может быть, чуть-чуть с хвостиком, да? Ну вот пускай ещё 10 лет, да? Это только Бог знает, сколько там её муж проживёт. Но ещё 10 лет. Пускай будет 60 лет. Неужели вы думаете, что она в 60 лет будет искать своё счастье? Уже всё? Проходит такой момент, что вот всё нужно вовремя. Мы иногда думаем по молодости. Ой, да ладно там, пару лет и всё. А потом это всё... Вот сейчас, например, я вот о себе даже... Вот какие у меня были раньше мысли, сейчас их грамм нету. То, что мне раньше радовало, сейчас меня уже и не радует. То, что раньше я думала, это такая необходимость, сейчас мне даже необходимости нету. Всё должно быть в своё время. Так что это не просто вот сказка, вот муж иностранец и всё. Это смотря где и смотря кому. Смотря какой он. Потому что мы иногда не разбираемся, думаем, раз он иностранец, всё. В загранице тоже есть сёла, в загранице тоже есть города, в загранице тоже есть такие же деревенские мужчины, которые грубоватые. В загранице тоже есть мужчины, которые и голос повышают на женщину, не с уважением относятся к женщине. И такое есть. Есть всякое, как и у нас, как и у нас везде. Но что они более такие... Знаете, вот у нас, как говорится, вот у нас в России всё равно наши мужчины более могут понять, что там твоя мама, твоя сестра, к семье более такие понятливые, да? А вот заграницей нет. Раз ты вышла замуж, твоя мама, твоя сестра, твоё всё, это твой муж. И для мужа то же самое. У них вообще родители... Это... Это редкий, редкий, редкий случай, чтобы там на первом месте были родители. Это смотря где. Говорят, в Италии они более такие... К родителям более прислушиваются, и всё, но здесь я... Вот я, например, своего мужа должна подталкивать, чтобы он пошёл к своим родителям. Я чаще хожу к своей тёче, чем мой муж. Я чаще звоню к моему... к моему... свёкру, моей свекровь, чем мой муж. Он удивляется этому. Вот для него вот... Он говорит, ну, моя семья – это вы? Вот, например, я и наша девочка, да, и наш мальчик. Даже мальчик не так, потому что он же не с нами живёт, он живёт с отцом. Я в день один раз, каждые два дня, всё равно звоню, и он мне говорит, ты почему надоедаешь? Он не понимает, что... Он не понимает, что вот, чтобы были близко, и всё, это надо... Надо вот так держаться. Если ты вот так не держишься, ты охладеешь к этому человеку. Почему вот, когда ты вот замужем, да, вот за какого-то... ну, в браке живёшь, например, и он, например, разведённый, и у него там в другом браке есть дети, если он этих детей не видит, у него и любовь проходит к этим детям. Это мужчина так. Женщина как-то по-другому. Женщина всё-таки... Ну, не все, конечно, но не все, но большинство своего ребёнка забыть не могут. Они всё равно всё время думают о своих детях. Даже хоть они женаты, они думают, как там там мой сыночек, как там моя доченька. Интересно там, знаете, вот женщина как-то, может, потому что она её, она её девять месяцев носила в животе и с болью рожала всё-таки. Может быть, поэтому. Вот, не знаю. Так что не всегда только выйти замуж. Конечно, идеально, если ты влюбляешься, если он тебя полюбит. А вот так, если он уже в возрасте, он уже через несколько браков прошёл. Большинство мужчин, иностранцы, когда едут например, хотят наших женщин взять, большинство, они уже, они уже разведённые, у них уже была семья. И они увидели у других, что более покорные бывают женщины, иностранцы, иностранки. И одно тоже нельзя забывать. Сколько бы ты лет не прожила, ты всё равно остаёшься иностранкой. Ты всё равно остаёшься чужой. Ты даже сама это чувствуешь, что ты всё равно чужая. Везде тебе всегда у тебя есть вот это, что ты чужая. Обязательно в день, один раз ты вспоминаешь, что это не твоё. А потом, знаете, что получается? Ты столько лет здесь проживаешь, потом возвращаешься к себе на родину, и там ты уже не своя. И там ты уже другая, и мысли у тебя другие, и всё ты теряешь по жизни. Это вот так. Ты уже приезжаешь к себе, ищешь своих друзей, которых были, у вас уже совсем понятия другие, у вас уже совсем, вы уже совсем на другой, уровень у вас совсем другой. Ни хуже, ни меньше, ни больше, ни это самое. Но он другой, вы уже разные. Вы уже, я вот, знаете, у меня иногда вот, бывает, сижу и думаю, как я могла с ней общаться? Вот настолько мы разные, знаете, вообще всё разное. Даже понятия о жизни разные, потому что ты здесь учишься быть сама. Что тебя за границу учит? Быть самостоятельной. Самостоятельной, сама за себя. Всё, ты одна. И всё зависит только от тебя. У тебя нету нигде, и тебя он делает сильным человеком, конечно. Очень сильным. Но это лично моё мнение. Есть у разных, у всех у нас, сколько у нас людей есть, столько есть судьбы, да. И всех у нас разные, разные взгляды, да, на жизнь. И разные, с разной стороны подходишь к жизни. Даже вот элементарно, вот что я, что моя сестра, вот моя сестра тоже была за испанцем замужем, и я за испанца замужем, да. Ну, за иностранца, за европейца, разницы нет, испанец кто. Она тоже по-другому думала, и я тоже по-другому. Вот вроде бы мы, и у неё была другая жизнь, и у меня была. Вот у каждой как, ты не можешь посадить помидоры и ждать, чтобы у тебя вырос, чтобы выросли огурцы, да, например, я вам говорю, или арбузы, да. Ты здесь никогда, ты пока не приедешь. Я когда ехала за границу, я там спрашивала у людей, которые живут за границей, которые были за границей, как там, что там. И так оно есть. Пока ты сама не приедешь, пока ты сама вот это всё не увидишь, ты никак не можешь рассказать, какая здесь я жизнь. Понимаете? Она такая же, как и везде, тоже тяжело. У нас в России, может быть, по-другому тяжело, здесь всё по-другому тяжело. Понимаете? Ну вот, ну что, большая разница, что? Здесь ты чувствуешь себя очень одиноким. Вот этого чувства, вот этого чувства у меня в Дагестане, например, не было. Никогда я не чувствовала, что я там одна, что мне скучно, что мне, вот, не с кем поговорить. Такого никогда у меня не было в Дагестане. У нас всегда двери открыты были, у нас всегда много гостей было, у нас всегда соседки-соседки зайдя, а здесь нет. Здесь каждый, каждый у себя дома. Ты даже элементарно к своей заловке без этого, не то, что приглашения, просто не сказав пойти, некрасиво считается, не предупредив. Позвонить, конечно, ты можешь в любое время и когда ты хочешь. Но так, в гости просто так, пойти, сказать, я по тебе соскучилась, хочу тебя увидеть, даже это неприлично считается. хотя я делаю, я делаю, так как я иностранка, мне все позволено. Давайте пообщаемся, скажите мне ваше мнение, как вы считаете. Ну, я лично сказала свое мнение. У каждого, конечно, есть свое. Не прощаюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...